У нас тут небольшая распаковочка образовалась. Только что я принесла это всё от метро, мне передали. Вот это вот в таком вот виде. Ой! У меня так телефон пытается упасть. Контейнер для пищевых продуктов. Я это всё делаю в ванной. Тут относительно герметично всё. И не залетит какой-нибудь лучик. Ой, какой контейнер прочный. Здравствуйте. Какая у вас страшная какашка. Страшно тебе, да? Мне тоже. Не-не-не, не надо. Итак. Так лапки хорошие. Мне передала его девушка, которая забрала у людей, которым он, собственно, надоел. Это домовый сыч. Ну, как надоело. Они, наверное, поняли, что не могут больше содержать. Потому что я вот смотрю, он, в общем-то, в хорошем состоянии. Смотрите. У него отличные перья. Это было больно. У него даже коготки подстрижены. Вот. Видимо, за ним всё-таки ухаживали хорошо. Просто он целый год жил у людей, которые, по-моему, не знали. Ну, по словам девушки, как правильно содержать сов. Единственное, что у него кривоват клюв. Вот. Очень сильно кривоват. И непонятно, что с ним произошло. Я даже сейчас его не буду подрезать. Я завтра уже записалась на приём к Маше Маркиной. Вот. И мы там у неё поправим форму. Непонятно, что это. Ну, в общем, оперение у сыча полностью целое. С лапами у него... Ну, лапы чумазые. И вроде всё хорошо. Хотя, по словам там, мне показалось, что у него вообще нами не должны быть. Вот. Сыч очень толстый. И мне кажется, что это самка. Но я могу ошибаться. Легко проверить, самка это или нет, просто пустив это к юне. То есть, если юня даст мзды, то это точно самец. А самок он не трогает. Вот. Ну, вообще, очень крупный сыч, очень мощный. Сейчас я его пересажу. Ай, очень больно хватается. Ещё он не ручной. Отдай мой палец, пожалуйста. Тут, кстати, про то, что я говорила. Чем сильнее я тяну, тем сильнее сжимает. Больно очень, на самом деле, если её видите. То есть, хорошо, что у него когти подрезаны. То есть, они тупые. Иначе бы у меня там уже была дырка. Вот. И вот так вот тянуть можно травмировать птицу быстрее, чем она отпустит. Поэтому сейчас я просто включу воду. Не могу развернуть камеру. И просто полью на сычах. Не работает сыча. Ну вот, всё. Меня отпустили. Вот. Да. Немножечко. Ему между глаз вот сюда стройкой небольшой полила. Он тут же отпустил. Это хорошо, что вода рядом. Если интересно, то вот это вот синее пятно. То есть, дырка. Там будет синяк. От тупого когтя. В общем, птичка, на первый взгляд, в очень хорошем состоянии. Учитывая, что до тех людей, которые сейчас отдали его, она жила ещё у каких-то людей, которые тоже не умели содержать. Где его взяли, неизвестно. Сколько ему лет, неизвестно. То есть, несколько лет, где-то года два она жила у одних людей. Потом год у других людей. Сейчас попала ко мне. А в каком возрасте попала к первым людям и что с ней было, не ясно. Но, судя по тому, какая она не ручная, то попала дикарём. Так. И вот завтра мы к Маше Маркиной к четырём часам приедем. Его осмотрим, сдадим анализы. И будем готовить к выпуску. Потому что ничего у него такого страшного. Я думаю, что мы не найдём. Вот. Спасибо огромной девушке, которая вот сегодня его привезла. Потому что она убедила, как я понимаю, тех людей передать сыча. И искренне ему решила помочь. То есть, привезла его ко мне. Привезла вкусняшек. Привезла цыплят, червячков. В общем, приданную этого сыча. Ну, и плюс ещё денежки на анализы. Как раз они покроют все анализы, я думаю. И даже часть рентгена. Так что, вот. Обследование тоже сниму на камеру завтра. И тогда попробую вам всё это показать, рассказать. Рентген сделаем. Сейчас я его посажу в коробочку и поставлю в туалет. Потому что в туалете у меня обычно карантин для всех птиц. Общаться ему, конечно, нельзя. То есть, юня тоже его не проверит. Самец это или самка. Пока анализы не будут даны. И мы не узнаем, насколько опасна эта птица в плане биологического заражения. Но, судя по её весу и состоянию, я не думаю, что там прям что-то страшное у неё есть. Клюв только вот настораживает. Но она живёт с этим клювом как бы нормально. Не думаю, что это критично. Вот. Так что, интересный вот такой у нас постоялец. Сейчас я это в ванной всё делаю. Сейчас я в ванную потом промою здесь всё. Хотя он ничего и не трогал. Как бы, ну, вот эту досочку помою. Руки помою всякими дезинфицирующими средствами. И всё. И пока вот завтра не обследуемся. Никому. Общаться с ним нельзя будет. Ну, сыч. Видно, что пожил научной жизнью, но не смирился со своей судьбой. Потому что он вот такой очень недружелюбный. Хотя спокойный. То есть дикари обычно они ломятся там, как это... Пытаются умереть и всё. Ну, учитывая, что он три года у людей живёт, то, конечно, да. Вот. Это я болтаю, чтобы на восемь минут наболтать. Наверное. Хотя, нет, интересно, конечно, посмотреть. Новый птиц такой. Надо ещё посмотреть бы, как он летает, но не в моей квартире, конечно. Сейчас здесь он легко куда-нибудь спрячется и потом его вытаскивать. Ну, мне кажется, что хорошо должен летать, правда. Я не знаю, в какой клетке или вольерке он содержался, но ничего. Он должен разлетаться будет у реабилитологов. Он смотрит мне в глаза, поэтому руку особо не замечает. То есть он такой... Сказали, что он сегодня съел половинку цыплёнка и червячков, зоофобусов поел. Вот. Ну, я его водой намочила, поэтому, я думаю, он очень недоволен этим. Да. Вообще, крупные ножки, крупные. Всё, я бы вот предположила, что самка. Да. Хе-хе-хе. Хе-хе. Такая, не, мерзкая. Самка всё, как я люблю. И на ней ничего не фокусируется. Вот. Ну, пойду сейчас устраивать её в домик. Пусть сидит в домике. Из большой короб... картонной коробки с толстыми стенками. Да? У неё даже прямо и назвать её как-то, вот её и никак не назвать. О, я вижу там... А, всё, есть все слова к их ногами. Ладно. Потом само придумается. Всё. Вот так вот. Будем держать в курсе. Гречи. dramatic нас